Добрый день, с вами Дина Краснова и в сегодняшнем видео я хочу рассказать, как отражается приобретение материалов, оплаченных с помощью субсидий в программе 1С Бухгалтерия 8 редакции 3.0. Для того, чтобы сделать поступление материала в программе, мы оформляем документ поступления товаров и услуг. Находится на закладке покупки и продажи в разделе покупки. Открываем документ, вид документа у нас будет товары и заполняем наш документ. Указываем контрагент, указываем склад, указываем материал, который мы приобрели на деньги по субсидии. И здесь у нас есть НДС. Учет НДС по материалам, оплаченных за счет субсидии, может оформляться двумя способами, в зависимости от того, откуда получена эта субсидия. По субсидии, полученной из федерального бюджета, НДС к вычету не принимается и списывается на прочие расходы. Второй вариант, когда субсидия получена из регионального или местного бюджета, в этом случае НДС принимается к вычету в общем порядке. Мы возьмем с вами второй вариант, то есть у нас НДС будет приниматься к вычету. Поэтому мы с вами проведем документ и зарегистрируем счет фактуру. Далее с 86 счета нам нужно списать сумму субсидии, которую мы направили на покупку материала. То есть здесь мы исходим из ситуации, что у нас субсидия уже была получена и отражается на 86 счете. И теперь нам нужно ее списать проводкой Дебит 86, Кредит 98. В программе данная операция отражается операцией бухгалтерского и налогового учета. Она находится на закладке учет, налоги, отчетность. Вот здесь операция БУ и НУ. И далее мы материалы, естественно, списываем на производство, делаем мы это требованием. Мы можем списать не полностью, мы можем списать полностью требования. Мы можем сделать либо отдельно через закладку производства требования накладные, либо сделать на основании документа поступления товаров в услуг. Вот здесь вот создаем на основании требования. Заполняем данный документ в установленном порядке и проводим его. И далее уже мы можем списать сумму со счета 98 на счет 91 на прочие доходы. То есть проводка будет дебет 98, субсчет 1, кредит 91, субсчет 1. Тоже можно сделать при помощи операции бухгалтерского и налогового учета. И вот эту последнюю проводку мы будем делать только в сумме списанных материалов. То есть если мы не все материалы списываем, то соответственно на вот эту часть мы делаем проводку по списанию с 98 счета. Более подробно проводки можно посмотреть в статье на моем блоге. Там есть статья отдельно по получению субсидии с проводками и по отражению материалов, которые приобретаются за счет субсидии. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok